С тем, что такое Endowment, я познакомился впервые в начале 90-х годов, находясь на конгрессе Международного союза фармакологов в Монреале. Это была очень волнующая командировка, потому что в Монреале находится университет МакГилла, где Питер Милнер и Джейм Солт впервые открыли феномен электрического самораздражения мозга, с которым я потом много лет работал. Я предварительно зарендовал место в общежитии этого университета, списался с Питером Милнером, мы с ним провели восхитительный день, в конце которого он предложил мне посмотреть неврологические униституты, клинику МакГиллского университета. Подходя к этой клинике, я думал, что холл будет украшен лепниной, какими-нибудь скульптурами, картинами и так далее. Оказалось, что это было очень такое конструктивное помещение, все увешанное разного размера и стиля изображения постерами, в которых были отображены фамилии благотворителей, лица, которые пожертвовали те или иные суммы для создания этого института и его дальнейшего развития. И вот тогда-то мне произнесли это волшебное слово «индаутмент», и Питер объяснил, что это такое, как это делается и для чего. В последующем уже, бывая во многих американских и европейских университетах, я заметил, что работа с индаутмент-фондами – это очень важная часть работы собственников администрации и попечительских советов. Потом, наверное, можно было и вспомнить, что и наш институт начинался, по сути дела, с таких пожертвований, и семьи Шинявских, и другие все жертвователи внесли средства, которые был создан женский медицинский институт. В советское время и раннее постсоветское время, по-моему, особенно это не практиковалось, но в последние годы создание индаутмент-фондов стало довольно широко распространяться. И мне кажется, что это большая заслуга руководства университета, что вовремя проявили эту инициативу, создали этот индаутмент-фонд, и это очень важно для развития творческого потенциала университета и в науке, образовательной деятельности, спортивной деятельности, культуре. И простой расчет. Нас очень много, у нас тысячи студентов, преподавателей, врачей, у нас очень много выпускников, и каждый из нас, если даже внесет какую-то небольшую толику, это в сумме даст достаточно большие средства для развития университета. Так что поддерживайте индаутмент.